Началу предшествовал конец, и я говорю, а перо тихо скребет по пергаменту, исправно записывая каждое мое слово. Мягкие звуки письма практически приветливы. Как же странно, что мой писец пользуется чернилами, пером и пергаментом. Мне неизвестно его подлинное имя, неизвестно даже, есть ли оно у него еще. Я несколько раз спрашивал об этом, однако ответом был лишь скрип пера. Возможно, у него есть только серийный код. Подобная не редкость. Я буду звать тебя Тотом, обращаюсь я к нему. Он никак не отвечает на учтивость. Я рассказываю, что так звали древнего и прославленного просперского писаря. Он не отвечает. Представьте, как я разочарован. Не знаю, как он выглядит. Мои заботливые и милосердные хозяева ослепили меня, приковали к каменной стене и предложили исповедоваться в своих грехах. Мне хочется назвать их пленителями, поскольку я появился среди них без оружия и сдался без сопротивления. Термин «хозяева» представляется более справедливым. В первую ночь они лишили меня только первого и шестого чувств, оставив меня слепым и бессильным во мраке. Итак, мне неизвестно, как выглядит мой писарь. Однако я могу предположить, что это сервитер, который не ведает сомнений, как и миллионы прочих. Я слышу биение его сердца. Оно бесстрастно, словно размеренное тиканье метростандарта музыканта. Когда он двигается, киборгизированные суставы стрекочут, пощелкивают, воздух размеренно выходит из вялого рта. Ни разу не слышал, чтобы он моргнул. Скорее всего, его глаза заменены аугментикой. Чтобы начать подобное повествование, требуется честность. И только эти слова кажутся истинными. Началу предшествовал конец. Так погибли сыны гора. Так вознесся Черный Легион. История Черного Легиона начинается со штурма Града Песнопений. Именно там все изменилось. Именно там сыны нескольких легионов отбросили былые цвета и впервые отправились на битву в Черном. И все же для этой истории нужен контекст. Давайте же начнем с войн легионов и поисков Абаддона. Со временем записи о той эре в аналах имперской истории пострадали. Как это обязательно бывает со всеми воспоминаниями. А подробности исказились, сделав летопись смехотворной. Это была эпоха относительного покоя и процветания. Пламя Ереси улеглось. Пеплом и Империя Человечества неоспоримо властвовала над Галактикой. Те немногие уцелевшие архивы, зафиксировавшие хоть какие-то детали того Золотого Века, теперь обращаются к нему почтительным шепотом, пока хронометры тикают, приближаясь к полуночи этого последнего темного тысячелетия. Если можете, представьте себе эти владения. Единая непобедимая империя, раскинувшаяся среди звезд. Враги уничтожены, предатели вычищены. Любой, кто возвышает голос против поклонения божественному императору, несет наивысшее наказание, расплачиваясь либо жизнью за грех богохульства. Все породы ксеносов в имперском пространстве выслеживаются и вырезаются с беспощадной безнаказанностью. Человечество обладает той мощью, которой ему не достает теперь. Подлинный упадок межзвездного царства императора еще не начался, и все же осталась опухоль. Империум не уничтожил своих врагов не до конца. Он просто забыл о них, забыл о нас. Впервые за долгую историю человечества мир был построен на горделивом невежестве, которое следует за горчайшей победой. Уже спустя считанные поколения после того, как галактика пылала, ересь и последовавшие за ней очищения уходили в легенды. Верховные лорды Теры, те видные деятели, кто правил от имени павшего императора, думали, будто нас нет. Думали, что мы сокрушены, убиты в позорном изгнании. Между собой они сеяли истории о том, что мы низвергнуты в загробный мир и вечно терзаемся в Великом Окке. В конце концов, какой смертный может выжить в величайшем варпшторме, когда-либо прорывавшемся в реальность? Купительный вихрь в центре галактики обеспечил удобный способ казни, бездну, куда новое царство могло сбрасывать изменников. В те первые дни крепость, которой предстояло стать военным миром Кадия, представляла собой ленивый, забытый аванпост из холодного камня. Кадия не нуждалась в громадном боевом флоте для патрулирования своих владений в пустоте, а население было избавлено от своей нынешней участи. Губернаторы-милитанты скармливают людей мясорубком имперской гвардии, которая поглощает детей и выплевывает наружу солдат, обреченных на смерть. В ту забутую эпоху Кадия не нуждалась ни в чем из этого, ведь ей почти ничего не угрожало. Империум был силен, потому что его враги не поднимали клинков для свержения ложного императора. У нас были иные войны, мы сражались друг с другом, это были войны легионов. Они бушевали по всему оку с той яростью, которая делала ересь просто смешной. Мы забывали Империум в той же мере, что Империум забывал нас, хотя со временем наши битвы начали выплескиваться в реальное пространство. Нашей вражде было тесно в самой преисподней. Я пообещал открыть все, и я человек в слово. Несмотря на те прегрешения, которыми, по мнению моих тюремщиков, запятнана моя душа. Взамен они пообещали мне столько чернив и пергамента, сколько понадобится для записи моей исповеди. Они распяли меня, зная, что мне это не повредит. Лишили мою кровь чародейство, вырвали глаза из глазниц, но мне не нужны глаза, чтобы диктовать эту хронику. Все, что мне нужно, терпение и небольшая слабина цепей. Я Искандар Хайон, рожденный на Проспера. На низком готике Уральской области Теры Искандар произносят как Сехандур, а Хайон как Кайн. Среди тысячи сынов я известен как Хайон Черный за свои прегрешения против нашего рода. Войска магистра войны зовут меня сокрушителем короля, магом, который поверх Магнуса Красного на колени. Я предводитель Хашархан, лорд Эзекариона и брат Эзекилю Абаддону. Я проливал вместе с ним кровь на заре долгой войны, когда первые из нас стояли закованными в черное в лучах восходящего красного солнца. Каждое слово на этих страницах – правда.